Медовая пчёлка. Крошечный герой в этом огромном мире. Медовые пчёлы – самые главные опылители. Они опыляют сотни посевов и играют самую важную роль в этом мире. Без пчёл – жизнь, которую мы знаем, подойдёт к концу. Сейчас пчёлы в опасности. За последние годы миллионы пчелиных колоний по всему миру вымерли. Помимо своих естественных врагов – медведей и паразитов, пчёлы столкнулись с новой опасностью. Пестициды, удобрения и вирусы – всё это ослабило пчёл. Проживите эту историю вместе с нашим маленьким героем. И вы увидите, что даже крошечная жизнь имеет огромное значение и может многое изменить. Вот такая вот предыстория большая. И мы начинаем сегодня обзор игры B-симулятор пчёлки. Одной маленькой пчёлки. Давайте с ним знакомиться. Выбираем себе аватарчик. Так, вот такой, вот такой. А, подождите, тяжёлый, лёгкий, пожужжим. И сложность, да, можно выбирать. Давайте вот такую пчёлку выберем. Ну, естественно, наверное, лёгкий, потому что первый раз играю. Всё, пожужжим. Начинаем. Проснись, маленькая пчёлка. Такие прикольные. Привет. Ули, милый Ули, я наконец тут. Так, ну что, всё, начинаем. Новый детёныш. Привет, малышка. Как тебя зовут? Так. Меня зовут... Просто... Пчёлка. Да. Отлично. Прежде всего, давай научим тебя летать, как настоящая пчела. Давайте. Вперёд. Пошевели крылышками. Так, передвигаемся. Всё как обычно. Вправо, вверх, вниз. Вперёд, назад. Влево, право. Какие-то вниз. Хорошо. Осмотрится мышкой. Так. Назад. Это что? Вверх, это вниз. Ясно? Ого, потрясающе. Теперь отправляйся в строительную комнату. У нас строительная комната есть. Ищи отметки золотого цвета. Они подскажут путь. Золотой маркер. Следующий за золотыми маркерами, они сюда укажут путь. Ух ты. То есть там у нас пока закрыто, да? Поэтому мы пока летим вот сюда. У нас есть специальное место для обучения пчёл. Пролети в эту трещинку. Какую? А, внизу, да? Ага, можно повернуться. Вот. О, можно ползти, смотрите. Не просто летать. Ага, хочу полететь. Ух ты. Ха-ха. Я туда хоть полетел? Да, вот впереди. А, значок этот. Так, тихо-тихо-тихо. Повыше-повыше. Это ж не машина. Она медленно набирает высоту. Сюда, что ли? А дальше? Ага. Класс. Летим дальше. Ой, если бы не так быстро. Я шепчёлка, а не какой-то шумахер. Вот. Моя семья, найдите Алису. Вот так. Но чтобы стать настоящей пчелой, нужно научиться собирать пыльцу. Ну да. Летите сквозь цветок с золотыми сферами, чтобы собрать пыльцу. Когда горшок с мёдом прилива нижним могу заполниться, отнесите пыльцу в улей. Ох ты. Ничего себе. Ну давайте начнём. Так. Ниже, ниже можно. Опуститься. Вот так. А, вот так. А, хорошо. У меня вообще там ещё не меря на пыльце. Так, так, так. Можно что, всё пособирать получается, да? Скорее всего, да. Так, поднимаемся, разворачиваемся, опускаемся теперь. Ещё ниже. О, вот здесь прямо над водой кушинка. Ай, одну пыльцу пропустил. Ух ты, кузнечик-слотик прикольно. Прямо аж вообще. Всё так, правда, подробно. Поднимаюсь, я тут видел ещё пыльцу. Ну, думайте, пчёлкам так легко и быстро всё это даётся. Нет. Так, можно чуть назад. Рыба плавает так красиво. Вот, есть. Дальше. Ой, ой. Есть. Ниже. У меня уже почти получается. О, вот там сколько много. Так. Так, так. Отлично. Там пониже где-то что-то есть. Да, вот там они. Опять появились, то есть на новых цветочках уже указаны. Ух ты, следуйте за золотым маркером и возьмите у Алисы новое задание. Ого, так, а что? Я разве... Я же ещё не всё заполнил. Мир полон разных растений. И благодаря нашему зрению мы видим их разноцветными. Обычные цветы, белые, особые, зелёные, редкие, жёлтые, а эпичные, красные. Так, это красные цветы. Но иногда ты можешь найти легендарный цветок. Он будет фиолетовым. А теперь принесёшь мне 4 эпичных цветка. Так, это красных. Подождите. Используйте пчелиное зрение для определения качества цветков. Белые, это обычные, зелёные, особые, жёлтые, редкие, красные, эпичные. Ага. А фиолетовые легендарные. Так, активировать зрение можно единичкой. Так, а мне нужно красные, да? Вот, прикольно вообще. Так, один из четырёх. Где-то я здесь видел ещё один. Ой, что-то я... Вот, опять. Ещё выше, выше. Ой, врезался. Ай-яй-яй-яй. Третий. Подниматься нужно. Вот, туда давайте. Раз уже увидел его. И вот там ещё один. Ну ладно. Есть. Берём новое задание, да? Хорошо. Начал разбираться, что к чему. Отличная работа, сестрёнка. Смотри, твоя шкала пчелиной энергии заполнилась. Ну, не полностью, но заполнилась. Мы используем энергию, чтобы взлететь выше или чтобы лететь быстрее. Попробуй, ты полетишь словно ракета. Так, пчелиная энергия это ваш особый усилитель скорости. Индикатор стрелки в левом нижнем углу показывает вашу энергию. Индикатор заполняется, когда вы собираете плицу с нескольких цветов одного типа подряд. Или если вы кушаете человеческие сладости в парке. Пчелиная энергия это shift. Вот, я понял. А, подвиг какой-то открыт. А, использовать всю что ли? Ладно, я всё не буду тратить. Я попробовал, хорошо, понял. Так, найдите золотой маркер. Это типа вернуться, да? В этот. Можно, кстати, ещё пыльцы пособирать. Ой. А потом уже возвращаться, да? Потихоньку уже заполнить нужно. Хотя нам, в принципе, это сейчас не нужно. Давайте полетим. А, вот соты наши, да? Отлично. А, возвращаем пыльцу. Вы автоматически сбросите за собранное пыльцу, когда окажетесь рядом с сотой. Вы не можете собрать пыльцу, если шучек с мёдом полон. А, получается, очки опыта, да, получил. Ладно, берем новое задание. Можно полететь быстрее. Потрясающе! Теперь ты готова ко всему. Идти через туннель вулей. Туда, да? Хорошо. Можно, походу, ещё собрать пыльцы, пока буду лететь. Почему бы и нет? Аккуратно, аккуратно. Вот, собрал. Вот, 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 вот. А, отлично. Всё. У пчелы два желудка. Один для еды, другой уникальный для хранения нектара, собранного из цветков. Прикольно. Так, мне что, королеве? Я выучила все основы. Я готова выполнять задание. Прежде всего, мне нужно к маме. То есть, королеве. А где же она есть? Ого, подождите. А вот туда? Как мне туда пробраться? Выше нельзя. Значит, вниз нужно, да? Не пойму. Так. Я выучила все основы. Я готова выполнять задание. Прежде всего, мне нужно к маме. То есть, королеве. А, вот. Сразу этот и появился уже, да? Отлично. Ого, тебе не терпится работать, да? Конечно. Золотой маркер укажет путь. А, подождите. Золотой маркер. Вот сюда. Да-да-да. Ух ты. Пониже, пониже, пониже. Да не влезься ж ты. Хе-хе. Ой. А почему я могу туда пролететь? Что не так? А, тю, там выход. Я не туда полетел. Мне наоборот нужно. Вот. Ого. Большая какая. Стоять! Не двигаться! Хе-хе. Почему ты пришла к нашей королеве? Тихо. Стража. Пусть мое новое дитя подойдет ко мне. Ну что, малышка, ты теперь медовая пчела. Ммм. Лети в большой мир и собирай пыльцу для роя. Угу. Выберитесь, то есть, сюда. Я думал, там как-то... Когда-то меня тоже вела дорога к меду. Жребий тянуть, я не знаю, еще что-то делать. А потом, она получила сжало в колено. Ясно. А вот теперь к выходу. Сюда, куда я вначале хотел, да? А, можно уронить мышкой тоже менять. Это хорошо. Я думал, только клавишами не очень удобно. Ого. Пчелок. И птички разные, и зверушки. И люди, наверное, будут... Красотень, в общем. И все куда-то спешат, да? Ой-ой-ой. Ого. Ого. Голова кружится, звездочки. Ого. Вот это трафик. Нужно быть осторожнее. Давай соберем пыльцу. Давай, я уже начал. Раз, два, 25 нужно, да? Ой. Хотел оскориться, а это туда слишком быстро для меня. Чуть-чуть можно, конечно, оскориться. А здесь, ого, пролететь между нужно. Там люди, вон, кстати, бегают. Дети. Взрослые. Прикольно. Ой. Есть уже. Пора собирать редкие цветы. Пчелинное зрение сейчас не нужно. Ахинацея. Так. Ой-ой-ой. Так, 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 так. Вот тут вообще целое. Че пока? А? Отлично. Ой, пролетел. Ну, в принципе, меня же здесь никто не заставляет все собирать. А, все, у меня полное уже, это, да? Полиция нужно возвращаться. Смотрите. А, прикольно. Могу я сесть? Ладно, не буду рисковать пока. Может, ты пока не за так делать. Можно перелететь. Вот так. Я сейчас ускоряюсь, как бы. А вот и улей мой. Так, что теперь? Куда мне мед девать? Не пойму, если честно. Ого! У меня так много пыльцы. Мне нужно отнести то, что у меня есть в улей, перед тем, как собирать дальше. А, куда именно? Нет. А, использовать нужно пчелинное зрение. А здесь нельзя его использовать. Может, мне не сюда нужно было? О, привет! Странно. Ничего не понял. Использовать пчелинное зрение. А, это нужно редки. Но это сначала мне нужно отнести вот сюда. Может, просто нужно вот так сделать? И все, нет? Странно. Почему не получается? Все-таки внутрь. А, вот. Опустошил. Кстати, знания не пойму, для чего мне. Пока не знаю. Так, а теперь редки. Да, использую. Белые, это обычные. Редки. Это обычно редки желтые. Ну, давайте полетаем. Что-то я пока не вижу редких. Все обычное. О, вот желтенькие. Да, отлично. Вот желтые. Вот два еще желтых. Я, кстати, могу больше собирать, да? А, нет. Сейчас только желтые. Вон там пчела. Она плохо выглядит. Почему? Мне нужно узнать, могу ли я ей помочь. Что с ней? Где она? Привет. Ты в порядке? Ты не можешь вернуться в улей? О, что? Старенькая Ажи. Мне нехорошо. Весь мир кружится. Сядь, отдохни. Ты оставь меня в покое. Больная пчелка Джеки. А следуйте за пчелой. Попробуйте не пропускать сильные кольца. Бонусы избирать. Становление с препятствием на пути. Подожди. А, за ней следует, да? Так. Ничего себе, она больная. Летает как не больная. Ой, видели, паутина. Ого. Что это? Молосы какие-то. Так, все длинненькие. Можно ускориться, да? А, тут все разные там лежат. А, типа у меня четыре столкновения еще есть, да? Если столкнуть четыре раза, то, в общем, будет плохо. Ничего себе. Вот это, ломки. Чудеса на виражах. Я хочу тебе помочь. Мне страшно. Кто со мной не сподит? Может, ты... Ого. Может, и получается у меня... Наверное, пропустил два. Ну, типа осталось, да? Вот помедленнее. Я... Чувствую себя невероятно. Да, пропустил там что-то или что-то. Мой Рой. Где мой Рой? Ладно. Я же хотел эту компьютер раньше взять, а мне не дали. О, нет, Аса, будь осторожен. Назойливая пчела! Ты заплатишь за то, что потревожила мой обед. Да? Это мы еще посмотрим. Бой. Когда индикатор горит голубым, ставьте блок. Когда красным, атакуйте. Ага, алубым блок красным, атакуйте. Ага, алубым блок красным, атакуйте. Ничего себе, бой. Опа. Опа. Ого. Это не сложно. Ха-ха-ха. Так. Атака, атака, атака. Она там уже погулявшая такая. 28 жизней осталось у меня. Энергия. Ха-ха-ха. Получай. Блок. Атака, атака. Все. Ха-ха. Она даже не разу меня не стыкнула. Вот и здорово. С меня хватит. Но вы меня еще увидите. Жду не дождусь. Вы спасли эту пчелу. Блестяще. Безопасно. Выходи. Ты можешь лететь домой. А-а-а. Я... Припоминаю. Я съела кусочек гнилого яблока. Вкус был странный. Ой. Меня тошнит. Не переживай. Они помогут тебе вернуться назад вулей. Мы ведь одна большая семья. Ой, спасибо. Так, а сладости люди оставляют вокруг много еды и даже фрукты. Вы можете получить пчелиную энергию, если будете их кушать. С помощью пчелиного зрения вы можете найти сладости, чтобы перекусить. Садитесь в сладости, используя вертикальное рулевое управление. Я хорошо поработала. Время лететь домой. Тихо, тихо, тихо. А ну-ка. Вот. Подрих обновлен. Сладости-то я уседаю полностью, да? Энергия теперь куча. Так, а мне нужно вернуться вулей, да? Для того, чтобы я пока еще не все собрал. Так, а где улей? Ага, в той стороне я вон вижу. Можно энергию использовать. Ай. Ничего себе. Сколько я еще, походу, пособирал. А-а-а. Чуть-чуть сюда хотел сместиться. Чтобы вот я же очки какие-то получаю, там, опыта и всего остального. Наверное, ж не зря. Так, ну-ка, я здесь не стукнусь. Здесь нет уже пыльцы. Блин, жалко. А, вот там было. Блин, спереди хотят. Капец. Если вы хотите вернуться вулей, следуйте за символом на компасе. Короче, будем переезжать, наверное, да? Ой. Сосой воевали. А, аутпилят. Сколько такого реальности сюда. Тихо. Люди пытаются уничтожить наше дерево. Пока что они сдались. Но скоро они вернутся и отнимут у нас наш дом. Но не бойтесь. Слушайте мой приказ. Все разведчики начинают искать нам новый дом. Остальные возвращайтесь к своим обязанностям. Прикольно. Возвращайтесь к своим обязанностям. Так, наш Рой одна большая семья. Ведь мы все дети одной матери. В мой первый день работы с пыльцой я столкнулась с бедной, растерянной пчелкой, которая заболела от употребления плохих фруктов. Я помогла ей вернуться домой. Я понял. А на компасе отражаются символы улейка и квеста. Когда рядом появляется испытание, на компасе отображается его значок. Где компас? А, вот вижу. Ага. А вам нужно отнести собранное пыльцу. И очков знаний получили кучу. Назад к работе. Нам нужна эпичная пыльца для зимы. Ага. С разной тоже пыльцатом. Но эпичные цветы так сложно найти. Хе-хе. Может, стоит слетать в библиотеку? Так, ну, ладно. Я думаю, в библиотеку мы полетим уже немного позже, в нашем следующем выпуске. А на сегодня я с вами прощаюсь. Если вам понравилась эта игра, то я обязательно продолжу. Поставлюсь очень скоро. От вас просьба поставить пальчик вверх, если вам понравилось. И дождаться продолжения. Пока-пока, до новых встреч. Субтитры сделал DimaTorzok